Минус один день власти Челябинской области предлагают пересмотреть режим обучения школьников. Планируется, что многие образовательные учреждения региона уже со следующего года перейдут на пятидневку. Какие еще изменения ждут магнитогорских учеников, узнавала Ольга Сухоплюева. Школьные уроки 6 дней в неделю. Секция биатлона 4, занятия по гитаре 2. Из 7 дней у пятиклассника Владислава всего один выходной, но нередко его он тратит на выполнение школьных домашних заданий. В следующие дни недели я справляюсь как-то, но хотелось бы еще хотя бы один сделать выходной какой-то. Мне не хватает отдыха в воскресенье. Воскресенье пролетает очень быстро, я не успеваю заняться своими делами. И бывает, я делаю в воскресенье домашнее задание на понедельник. А так все, мне нравятся у меня хорошие друзья в школе, я комфортно себя чувствую. Свободное от занятий время Влад проводит на улице, либо в кругу семьи. Вместе они отдыхают, гуляют, играют, но этих бесценных минут так не хватает, говорит мама. Нам, допустим, семье в субботу всегда хочется выехать на природу, выехать из города. Но не получается выехать, потому что он до двух, до трех пока придет домой, он учится. То есть, ну, соответственно, это уже полдня прошло. А так как там основные еще уроки задействованы, то есть его вырывать каждый раз в субботу тоже не удается. А ведь отдых просто необходим ученику, как и здоровый сон, уверены врачи. Ребенок должен соблюдать режим, спать не менее 10 часов, делать утреннюю зарядку и питаться 4 раза в день. Очень важно, чтобы дети все-таки отдыхали после уроков. Но это должна быть динамическая какая-то пауза, то есть на воздухе, то есть хотя бы ходьба, какие-то спортивные занятия. И в выходные, конечно, обязательно должна быть двигательная активность с выездом за город и так далее. Если вот дополнительный выходной семья будет использовать для того, чтобы какие-то спортивные мероприятия на свежем воздухе проводить и участвовать, это было бы замечательно. Ну, а если ребенок не успевает делать уроки, сидит до 12, и в выходной он будет там спать и сидеть до ночи за уроками, то пользы, конечно, для здоровья это не будет. Вполне вероятно, что возможность больше отдыхать у магнитогорских учеников скоро появится. Перевести школы на пятидневный режим – такую задачу поставили власти региона. Об этом заявила замгубернатора Ирина Гехт. Говорим о физическом здоровье ребенка и не говорим о психическом здоровье. Что важнее, на мой взгляд, это абсолютно равная история, да, и поэтому ребенок должен в выходные отдыхать. В Магнитогорске 27 образовательных учреждений уже работают по пятидневке. В некоторых так учатся только с первого по седьмой класс. А вот начальное звено во всех. Школа номер один – одна из самых многочисленных в городе. Здесь знания получают более двух тысяч человек. Занимаются в две смены. По шесть дней, начиная с восьмого класса. Переход на пятидневку всех учеников пока не представляется возможным. При переходе на пятидневную рабочую неделю, при том, что мы останемся обучаться в школе в две смены, конечно же, последует нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Поскольку придется, что недопустимо, сокращать перемены для получения питания обучающимся. Придется сокращать промежуток между первой и второй сменой. По санитарно-эпидемиологическим требованиям это недопустимо. Возможно, решить вопрос поможет появление нового образовательного учреждения в Южном районе. Его строительство в самом разгаре. Но как же быть школом с углубленным изучением предметов? Согласно СанПинам, на пятидневке максимальная учебная нагрузка у ребенка в пятом классе 29 часов. На шестидневке требование к максимальной нагрузке она не должна превышать 32 часа. То есть разница в 3 часа. Она может использовать на усиление предметов первой части, на их углубление. Поэтому сразу встает вопрос. Для школ с углубленным изучением предметов переход на пятидневку просто нереален. Они не смогут реализовывать программы вот так глубоко, чтобы им хватило часы, соответствующие СанПинам. Как бы там ни было право выбора режима, обучение остается за школой. Так гласит буква закона. А вот детское меню точно изменят, включат молоко. Получать его будут ученики с первого по четвертый класс уже с января. Причем абсолютно бесплатно. Ольга Сухоплева, Антон Солохин, Егор Суханов, информационная служба Медиагруппы Знак.